Добрый вечер, в эфире программа «Наедине со всеми». Я поздравляю всех территорий с чудесным праздником. У нас сегодня в Одессе первый настоящий день, настоящей весны. Было по-настоящему тепло и местами даже жарко. Но в студии мы, конечно, будем говорить не о погоде, будем мы говорить сегодня о молодежи, о ее проблемах, о перспективах, обо всем, что связано с молодыми людьми в Одессе. Итак, представляю сегодняшних гостей у нас в студии Виталий Свичинский, член политического совета Одесской городской организации и политической партии «Удар» Виталия Клычка и руководитель молодежного крыла партии «Удар» в Одесской области. И еще один Виталий, Виталий Швец, депутат молодежного совета при Одесском городском голове и руководитель молодежного наклада политической партии «Удар» Виталия Клычка, но уже в городе. Здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть у нас в студии. Напоминаю, что у нас, как всегда, работает интерактив, уважаемые телезрители. Вопрос сегодня звучит так. Как вы относитесь к участию молодежи в политической жизни города? Ну и страны всего в целом. Первый вариант ответа положительно. Кому, как не им. Телефон 728-01-70. Второй вариант ответа отрицательна. Что они понимают? Телефон 728-01-71. И третий вариант безразлично. Пусть делают, что хотят. Телефон 728-01-72. А свои вопросы можете задать по телефону 728-7207. Звоните в прямой эфир, спрашивайте, и мы с радостью ответим. Итак, можно начать сегодняшнюю беседу. Виталий, вот первый вопрос будет, наверное, к вам. Не так давно был в Одессе, можно сказать, такой небольшой скандал, связанный с молодежным советом. Некто Илья Каленюк устроил некрасивую сцену в троллейбусе с кондуктором. Он не понимал это в детали, что там произошло, кто был пьян, кто кого там оскорбил, кто кого куда вывал. В общем, в СМИ прошло ряд публикаций, и все они прошли с таким вот оттенком, что молодежный совет, который ничего не может, ничего не делает. Вот чем же на самом деле занимается молодежный совет, и может ли он что-нибудь в городе менять, делать полезное? Ну, я начну с того, что поступок Ильи Каленюка, ну, в принципе, является недостойным депутатом такого, звания такого депутата Молодежного совета, тем более при отецком городском голове, нашим действующим. Ну, в первую очередь, Молодежный совет является консультативно-совещательным органом при отецком городском голове, но, в принципе, свои функции он исполняет недостаточно, не в полном обороте. Ну, можно сказать, что, ну, мы, как депутаты Молодежного совета, в принципе, можно сказать, что сессии Молодежного совета проходят достаточно часто, но эффективность проведения этих сессий, эффективность вообще работы Молодежного совета при отецком городском голове, ну, ставится под сомнение. Нельзя сказать, что мы активно занимаемся какой-то вообще деятельностью, кроме как заседать на комиссиях и заседать на сессиях. А в чем причина такой ситуации? Ну, причина, в принципе, заключается, та же самая причина, которая и в предыдущих созывах Молодежного совета, думаю, заключается в том, что, ну, есть в Молодежном совете власти оппозиция, как в Верховной Раде, в принципе, власть это, соответственно, партия регионов, но оппозиция это мы. В Молодежном совете же оппозиция, нельзя сказать, что слишком сильная. В каком проценте соотношения? Ну, больше партии регионов, в принципе. Насколько? Как в городсовете или все еще хуже? Ну, где-то 70 на 30, в принципе. Ну, в этом так же, как в Большом совете. Да. Вот. Ну, я думаю, все будет хорошо. Мы работаем. У нас есть первый звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Я человек немолодой, и вот я хочу задать вопрос молодым ребятам, хотя за ними будущее. Почему, когда идут выборы, выбирают, мы все выбираем не тех, кого надо, мы выбираем воров, подонков, подлецов, а молодежь почему-то, которая будущее за ней, не выбирают того, кого нужно выбирать, кто справедливо относится к людям, бедным, студентам. Ну, вы же понимаете, что жить на пенсии, это нереально, и эти стипендии, которые платят студентам, это же тоже нереально все. Ну, спасибо, вопрос понятен. Почему не голосуют молодежь? Значит, ну, это касалось как раз моего первого спича. Я хотел сказать, что нам нужно ставить вопрос выбора молодежи как феномена в целом, потому что молодежь, сознательно не ходя на выборы и не проявляя свою гражданскую позицию, соответственно, обрекает себя на плохое будущее, но, соответственно, обрекает себя на данную власть, которая избрана народом. Меня всегда интересует вопрос, вот сейчас были парламентские выборы, и я смотрел «Социологию», проводила группа «Рейтинг», где было показано, что 18% только явка молодежи от 18 до 24 лет. Странный вопрос. Тогда получается, что этих людей и эту молодежь не интересует будущее, не интересует собственное будущее. Получается, что все процессы в нашем государстве, так как ходят на выборы только пятая часть молодежи, решают старшее поколение. И это, соответственно, отражается на том, а так как известно нам, что у старшего поколения все же еще остались прожитки того коммунизма, того инстинкта, назовем так, рабства, тоталитарного режима и так далее. И оно как ДНК передается из поколения в поколение. Мы не можем от этого избавиться. И, соответственно, молодежь сегодня аморфна. Она не ходит, она позволяет другим решать за себя. Соответственно, встает вопрос, а как же мы будем управлять страной дальше? И кто следующее поколение, как не мы? И, соответственно, что будет за новая власть, ежели мы сегодня не включимся в процесс, не начнем работать на благо государства, не начнем ходить на выборы, не перестанем платить взятки. Вот в чем вопрос, где стоит корень зла. И я считаю, что наши передачи как раз, они очень полезны для того, чтобы они были как просветительский момент для молодежи, что можно прийти, можно сказать свою позицию, можно высказать свое мнение и изменить те процессы, которые происходят в государстве. И вот даже можно сделать политическую карьеру, собственно. Строить политическую карьеру, в том числе. Какая основная цель политической партии? Это реализация программы, не приход к власти. И, соответственно, придя к нам в молодежное крыло, можно реализовать, а, себя как политика, б, реализовать нашу программу и, соответственно, улучшить жизнь страны. Вот в чем вопрос. И, соответственно, для этого мы и призваны. У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня устраивает вполне концепция партии «Удар». И меня интересует вопрос, как можно примкнуть к рейдам молодежного крыла партии «Удар». Как можно влиться? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, значит, у нас есть офис политической партии. Он находится на улице Екатеринской, 32. Там можно прийти. У нас есть анкета заполнения на вступление в партию и анкета заполнения на вступление в молодежное крыло. Пожалуйста, приходите, заполняйте, вступайте в работу, приступайте к деятельности организации. Какие-то есть требования? Основное требование – это желание работать. На сегодняшний день при апатии молодежи мы стараемся максимально учить и давать возможность молодежи развиваться и реализовывать свои собственные амбиции. Поэтому приходите. Требование основное – это желание. Я понял. Виталий, вот вы сегодня молодой политик, получается, да? Что делает молодежный совет и, в частности, крыло партии «Удар», чтобы привлечь людей к себе? Именно молодежь. Молодежный совет проводит все разнообразные, скажем так, собрания, разнообразные мероприятия по привлечению не только молодежи, скажем так, будущего воспитания будущих политиков детей. Молодежный совет едет в детские дома, в детские сады. Проводится разнообразная работа, профилактическая работа. Ну и какова эффективность всего этого, всех этих мероприятий? Люди приходят? Люди приходят. Я думаю, людям это нравится. В принципе, как бы приезжают молодые политики, а это нравится детям, это нравится подросткам. Ну, люди верят, что как бы молодежный совет работает. Ну, будем надеяться, что он будет работать в будущем. Вот называется он «Молодежный совет при городском голове». Взаимодействие, собственно, с мэром какое-то есть? Ну, если я не ошибаюсь, мэр был один раз, и вообще не был на сессии Молодежного совета. А в заседаниях комиссии вообще не принимают участия. Я не могу сказать, что особо городской голова принимает участие в работе Молодежного совета Одесса. Хорошо. А у тебя есть кто-то его представитель? На заседаниях Молодежного совета несколько раз присутствовал Геннадий Труханов до того, как уехал в Киев. Вообще, сессия Молодежного совета в последний раз была еще в начале лета. Поэтому, можно сказать, что Молодежный совет уже больше, чем полгода не работает. Скажите, а вот, Виталий, а такая ситуация была всегда с Молодежным советом? Или другие администрации по-другому относились к этому органу? Ну, если касаться Молодежного совета относительно как консультативно дурачего органа, то те функции, которые на него возложили, возложили. Соответственно, они вытекают в то, что молодежь ничего не делает и только консультирует и дает парады. А основной момент в том состоит, что этот Молодежный совет нужно было сделать при управлении по делам семьи и молодежи, возложить на него определенные функции, промониторить, как они его выполняют и, соответственно, увеличивать и увеличивать нагрузку на Молодежный совет как органа, который способен решать реальные проблемы молодежи. А реальные проблемы молодежи это сегодня молодежное строительство. Это первое рабочее место. Это обучение. Поэтому, ну, а если ставить функцию консультации и парад, то, ну, извините, у нас здесь каждый консультировать гораздо. Я хочу другого уточнить. Вот такая ситуация, что мэр, по сути, игнорирует существование такого органа. Она так была и раньше? Или ситуация была другой? Ну, если касаться данного мэра, то данный мэр игнорирует не только работу данного органа, но и работу городского совета в целом. А это было совершенно по-другому. Ситуация была, когда Андрей Юсов, который является на данный момент главой политической партии «Удар» в Одесской области, возглавлял управление. На самом деле, реально реализовывались молодежные проекты, социальные проекты. Я сам ездил на несколько школ, где проходили обучение личностного роста, личностного развития. Это был совершенно другой уровень работы и совершенно другой подход к работе. На данный момент молодежь брошена на политические, можно так сказать, инсинуации. А на самом деле к молодежи не относятся серьезно. Не ставят ее как будущее нашей страны. Я помню, у вас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно, что в студии присутствуют представители партии «Удар». Честно говоря, только на них надежда. Бесспорно, что молодежь должна представлять большую часть в политической жизни как страны, так и города. Я вот что хочу сказать, что если вот будут скоро выборы, они будут. Это естественно. И будет та же самая картина. Ведь что такое молодежь? Это в основном студенты училищ, студенты вузов. Им ректора, которые подвластны партии регионов, указывают либо вообще не ходить на выборы, либо если вы пошли голосовать за тех, за тех, кому... Давайте перейдем к вопросу, пожалуйста. У меня даже не вопрос, а предложение, чтобы партию «Удар» вы молодые, чтобы больше уделяли этому вопросу внимание. Вот именно этой молодежи разъясняли им свою политику, что вы хотите добиться своей работой. Если этого не будет, то будет та самая картина, что и у вас при предыдущих выборах. Спасибо. Понятно. Спасибо за вопрос. За мнение. Это на самом деле серьезный вопрос относительно смены электората голосующих. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что за партию регионов голосуют в основном старшее поколение, а старшее поколение ходит на выборы. А за политическую партию «Удар» и другие политические силы голосуют молодежь, выбирают эмоционально эти партии, однако не ходят на выборы. И вот на сегодняшний момент стоит задача, каким образом молодежь привлечь на выборы, как сделать так, чтобы они начали ходить на выборы. И относительно этого будет, соответственно, разрабатываться программа политической партии и молодежного крыла партии «Удар», для того, чтобы у молодежи появилась надежда на свое будущее, и благодаря этому они пойдут на избирательные участки и проявят свою гражданскую позицию. Соответственно, мы будем работать со списками, будем звать молодежи на выборы, объяснять, почему и насколько это важно, потому что вопрос сегодня стоит более в глобальной плоскости. Не прийти, не приди, проголосуй за удар, а приди вообще на выборы. Прояви свою, сформируй гражданское общество в Украине. И вот такую кампанию, я думаю, что и благодаря телеканалу «Круг», и благодаря вообще всем средствам массовой информации мы запустим в Одессе. Вот то, о чем говорила телезрительница, о том, что в университетах студентов вынуждают голосовать. Я помню такие ситуации во время выборов, я помню уж, когда Киус сообщал о том, что не пускали в общежитие, грозились забрать вещи. Вы вот на выборы с этим сталкивались? Виталий, если. Ну, на последних выборах я такого особо не помню, хотя в день перед выбором были подкупы, подкупы, соответственно, со стороны партии регионов, ходили по общежитиям, было, ходили по общежитиям, предлагали студентам деньги, предлагали студентам пайки, да, я думаю, что... Что в пайке, если не секрет? Не знаю, не в пульсе, не буду врать, не знаю. Вот в чем ситуация, собственно. Нужно поставить вопрос так, не продавай родину за картошку или не продай родину за 100 гривен. То есть, вот в чем, мы сами сознательно, не идя на выборы или мы идем на выборы и голосуем за 100 гривен, позволяем тем, кто сейчас сидит у власти, воровать наш бюджет, сокращать министерство по делам семьи и молодежи и соответственно, а потом его обратно возобновлять. Ну, то есть, когда необходимо, мы сокращаем, потом мы видим, на сегодняшний день действует государственная программа молодежного кредитования. Это, это феноменальный просто. Мы отдельно об этом поговорим, у нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я вот такой хочу задать вопрос. Значит, почему партия регионов ходит по институтам, по школам, там, где большинство молодежи и агитирует, чтобы не голосовали за другие политические партии, а только голосовали за них. И почему наша молодежь, я обращаюсь к Виталию, к вам, с партии Удара, потому что я сама поклонница партии Удара, моя фамилия Гончарова, Татьяна Григорьевна, вот, и хочу сказать вам, что, чтобы наша молодежь, больше вы работали с молодежи и объясняли, кто такая партия регионов и кто такая партия Удар, потому что у нас надежда только осталась одна на партию Удар, на Виталика Крычко. И, пожалуйста, еще один, просто пожелание, поднимайте молодежь, поднимайте народ. Спасибо. Ну, давайте я, наверное, отвечу по поводу вопроса, почему партия регионов ходит по общежитиям, ходит по студентам и, ну, скажем так, предлагает провел сайты партии регионов, потому что вся власть в наше время, ну, скажем так, узурпирована партия регионов, узурпирована Виктором Януковичем. В Одессе, соответственно, это Алексей Костусев, ну, и Эдуард Матвичук. Ну, как ни удивительно, я не думаю, что молодежь, ну, скажем так, сильно придерживается точки зрения нашей власти действующей. Я думаю, даже если молодежь просит, то молодежь все равно имеет свое мнение, молодежь принято решение даже на выборах, которые, скажем так, к сердцу подсказывают. Понятно. Возвращаясь к теме молодежного кредитования, удивительные пакеты документов. С одной стороны, ты должен предоставить государству документы о том, что у тебя менее 9 квадратных метров жилплощади на человека, что ты или бомж, или тебе негде жить, и у тебя вообще ужасные жилищные условия. С другой стороны, ты должен предоставить пакет документов, что ты зарабатываешь кучу денег, и у тебя куча возможностей. То есть, получается, два взаимоисключаемых документа, параграфа, и что самое главное, что на сегодняшний день эта программа приостановлена. То есть, дома, которые строились непосредственно под молодежное кредитование, на сегодняшний день инвесторам это невыгодно, и они продают, продают квартиры, как дешевое, дешевое бюджетное жилье, а молодежи, ну, естественно, опять ничего не остается. Опять нигде жить. У нас еще один звонок есть. Добрый вечер, в эфире. Видимо, сорвался. Всякое бывает. Вот про жилье. Вообще, на сегодняшний день купить свою квартиру молодому человеку практически невозможно. Цена на недвижимость очень сильно завышена, при этом, действительно, эта программа, доступное жилье, они вообще никак не работают. И получить свое жилье невозможно. Я хотел бы вернуться к еще одному моменту, о котором мы говорили, вот про вузы, и про студентов, что в истории, во многих странах, студенты всегда становились на старей революции. И это была движущая сила, которая приводила к власти новых политиков. У нас же что получается? У нас получается, что большинство молодежи на каждых выборах стоит с флагами той или иной партии за 50, за 100 гривен в день. Вот с этим, что можно делать? Как людям донести, что, получая 50 гривен сегодня, ты получаешь потом испорченную жизнь на 5 или на 4 года? Как это сделать? Когда-то Уинстон Черчилль сказал, что если ты в молодости не был революционером, то у тебя нет сердца. А если ты к старости не стал консерватором, то у тебя нет мозгов. Но это вот относится к тому, что на сегодняшний день, к сожалению, у молодежи у нас нет мозгов. Почему? И это не заявление конкретно ко всем, это заявление к тем, кто сознательно выходит на политические акции за день. Вы нарушаете волю свою, нарушаете, соответственно, процессы формирования уже того же, которого я упоминал, гражданского общества, выходя и продвигая на коммерческой основе решения бизнесменов или тех же политиков, которые необходимы, но в которых они совершенно не разбираются и не знают, необходимо ли это для развития города в целом или в том же страны, необходимо ли это. Вот в чем вопрос. В том, что молодежь не разбирается, прежде чем идет на акцию. Это тоже является одной из задач, которые ставим мы. Мы формируем программы образовательные, это дебатная школа. Это школа молодых журналистов будет проходить у нас в середине апреля. Это также будет летний табор патриотического обучения. Для того, чтобы молодежь приобщалась, обучалась, и мы должны показать городу и стране новых лидеров. У нас проблема состоит в том, что старые лидеры всем надоели, а новых нет. Нам нужно формировать их, нам нужно создавать новых лидеров. И вот это одна из наших задач. У нас новый звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ау. Здравствуйте. Добрый вечер. Ребята, скажите, как вы считаете, какой общественный строй и при какой общественно-экономической формации устраивает молодежь? Спасибо. Четкий вопрос. На сегодняшний момент я могу сказать так, что ничего лучше демократии еще не придумано. Поэтому, ну, человек, который говорил, он, наверное, старшего поколения, может быть, есть какие-то намеки на то, что вот мы жили в коммунизме по-другому. Но мы знаем четко, какие были проблемы при коммунизме. И это не проблемы километровых очередей. Это проблемы ссылок. Это проблемы ущемления воли, от которой мы не можем сегодня, не можем развиваться, как нормальная европейская страна, по той простой причине, что за нами тянется шлейф диктатуры, от которого мы должны в один момент обрезать его и начать уже свою абсолютно новую судьбу, как страны Украина, отдельной европейской большой державы со своими традициями, со своими ценностями. Вот. Поэтому это наша задача сегодня. У вас, Виталий, в какой строй устраивает больше всего? Демократии. Конечно. Точно так же. А вот многие готовы поменять свободу слова, поменять свободу перемещения на порядок, на то, чтобы на уравниловку, на то, чтобы не было социальных ножниц, на то, чтобы были путевки в санаторий летом для каждого. На сегодняшний момент мы видим, по примеру, европейских стран, что это можно реализовать и путем прихода демократических сил к власти, социализма. Поэтому либеральных, пример Швеции, либеральных течений и примеры Германии, между прочим. Поэтому здесь вопрос стоит в желании, а не в каких-либо устроях. В нашей стране пока не появится воля народа к улучшению своего благосостояния, мы ничего не сможем сделать. И как бы мы не меняли власть и какая бы политическая сила не приходила, если не будет посыла снизу от народа к власти о том, что мы хотим жить лучше, то мы ничего не сформируем и не будет у нас новой страны. Это, мне кажется, нужно разъяснить. Как раз то, что для того, чтобы снова были путевки, снова был порядок, снова было все хорошо в стане, не нужно возврата к Советскому Союзу, нужно просто продолжать строить светлое и доброе. И коммунизм совершенно ни при чем. Ладно, вернемся к молодежи и конкретным проблемам. Мы уже немножко поговорили про жилье. Вот есть такой же момент по поводу образования. Естественно, многие студенты, поэтому образование и молодежь связаны неразрывно. У Алексея Костусева в программе и у партии регионов было обещание победить коррупцию в вузах и вообще в учебных заведениях. Вот ваше наблюдение. Давайте начнем с вас. Побеждена коррупция у нас сегодня в учебных заведениях или не очень? Ну, я не знаю, не слышал о таких фактах, ну, особо, скажем так, освещенных либо СМИ, либо другими, скажем так, общественными даже движениями. Но, я думаю, что коррупция в вузах, конечно же, есть, ибо каждый хочет решить свой вопрос, обойдя, допустим, даже закон. есть коррупция в органах внутренних дел, есть коррупция в высших органах власти, есть коррупция в высших учебных заведениях. Вот. Ну, как бы, если она есть в Верховной Раде, как же ей не быть в каком-нибудь университете? Да. Мое мнение, ну, относительно Алексея Костусева, все-таки вернемся, он, как худшее порождение демократии, он стал демагогом, и его обещания часто вообще не связаны с его компетенцией. Вопрос образования на сегодняшний день стоит в компетенции государства и конкретно министерства образования. Что касается коррупции в вузах, на сегодняшний день молодежи нужно начать учиться и побороть коррупцию в вузах. То есть, я учусь и прихожу и сдаю, а, соответственно, если я не могу выучить, то я опять учусь, то есть, или получаю двойки. А на сегодняшний день мы являемся тем злом, которое дает эту взятку, и, соответственно, мы порождаем взяточничество и коррупцию в вузах. А те, кто не платит налоги, а ходит и дает взятки налоговикам, порождают взяточничество в налоговой системе. Поэтому, ну, вопрос взяточничества, он очень прост, он растет тоже снизу. То есть, коррупция в вузах это не проблема государства? Это проблема людей, в первую очередь. А потом уже в следующем, в следующем этапе это проблема государства. Так как вопрос стоит в том, что студенты и платят контракт, и платят взятки. Соответственно, может быть, может быть, стоит вопрос, что те деньги, которые идут на взятки, может, они могут пойти на другие блага? Может быть, они могут пойти как раз на увеличение зарплат преподавателям? Ну, это вопрос как государственный, так и молодежи в целом. И на сегодняшний день государство отдельно его побороть не сможет. Им нужно вместе консолидироваться, и им, и нам. И я говорю, что мы конкретно как раз для этого и созданы, как молодежное крыло партии, для того, чтобы урегулировать эти процессы, и они пошли в правильном направлении. Но это невероятная сложная задача, потому что это ментаритет, то есть это уже привычка, ты приходишь к врачу, ты оставляешь 20 гривен, ты приходит врач домой, ты даешь ему 50, ты приходишь на сессию, ты приходишь... Но на сегодняшний день есть примеры медицинского страхования, да, которые у нас по факту не применяются. То есть можно рассмотреть и такой вариант, что если у тебя есть медицинская страховка, соответственно, тебе не нужно давать взятку по той простой причине, что ты уже заплатил. И, соответственно, этот момент уже делает невозможным дачу взятки. Ну, поэтому вариантов множество. Как объяснить 18-летнему парню или девушке, что, допустим, если у него есть лишние 100 долларов, то он должен потратить на что-нибудь хорошее, а не отнести его неверо, а в это время пакет усиливать. Вопрос нужно по-другому ставить. Как объяснить студенту, что ему нужно учиться в первую очередь, что ему нужно выучить предмет, прийти и сдать, а не вот эти 100 долларов, которые он может потратить на клубе и так далее, взять и потратить их на преподавателю, но на взятку преподавателю. Вот в чем вопрос. Надежду разъяснить на то, что нужно учиться. Нужно учиться, нужно вообще задать. Одна из основных наших задач на сегодняшний день, и в организации мы ее ставим постоянно, что, ребята, вы пришли сюда не зарабатывать деньги, вы пришли сюда сформировать себя как личность. Это одна из основных наших задач. Поэтому мы формируем базис на том, что молодой человек должен расти, развиваться, и потом, тогда он становится востребованным, тогда в нем просыпается гражданская позиция, а, соответственно, благодаря этому растет и государство. Многие готовы эту идею принять из молодежи. На сегодняшний день в нашей организации уже вступило в члены 60 человек, но это только начало. Мы на сегодняшний день формируем городскую организацию. У нас уже есть приятные примеры, например, суворовской организации, где мы проводили Масленицу, примеры Малиновской и Киевской организации там тоже уже активно развиваются. Поэтому, а потом мы в дальнейшем начнем переходить и на область. Там более серьезный вопрос, более сложный, так как молодежь более апатична в селах, молодежи там вообще ничего не интересного, и там нужно совершенно новый, абсолютно другой подход. Там многим алиментарам нужны просто деньги на еду, и поэтому они идут, берут вклад партии ребенов и стоят с ним, когда их зовут. Однако, однако стоит вопрос создания возможностей для того, чтобы эти молодые люди их зарабатывали. У нас есть предприниматели, которые могут дать первое рабочее место молодому человеку. Это крупное предприятие в области. Мы будем общаться с директорами, мы будем проводить эту работу. Для того, чтобы молодой человек имел работу свою в первую очередь, а не шел с флагом стоять. Вот мы перешли к следующей важной теме, к проблемам молодежи, но это первое место работы. Хотелось бы что сказать. Существует компания, как кризис 21 года. Студенты заканчивают вуз, у студентов ничего, нет никакого понимания, что делать дальше с дипломом. Работать по специальности невозможно, никакой работы нету, на любой работе первое требование опыт работы. Где ты его приобретешь, приобрести его негде. Что делать с такими проблемами? Виталий? Прежде чем перейти к этой теме, я, наверное, все-таки расскажу о теме проектов, которые уже организовала и будут организовать Молодежная крыла партии «Удар». Молодежная крыла партии «Удар» в Одесской области была сформирована не так уж и давно, чуть больше месяца назад, но за этот короткий промежуток времени мы провели достаточно большое количество мероприятий. 11 февраля мы провели ко всемирному дню больного, мы провели акцию под сетями городского совета. Как известно, мэр Одессы большую, не большую часть, но 50% своего рабочего времени проводит на больничном и именно по этому поводу Молодежная крыла партии «Удар» выписала мэру справку о том, что он болен, болен неизвестной болезнью. Аллергия на Одессит. Аллергия, да, аллергия на Одессит. Эта акция называлась «Народному мэру народа бедосмокров». Да. Мы выписали ему справку. Единственным шансом излечиться от этой проблемы для мэра является только уход с поста мэра города Одессы. Мы вручили мэру клизму и очень надеемся на то, что эта клизма избавила его от тех страданий, которые он испытывал на посте мэра города Одессы. Ну, не похоже, потому что последние пиар акции это вот Кепыша Капитанская с Комбасом и Койлом. По-моему, аллергия продолжается. Относительно рабочих мест. Я как предприниматель могу точно сказать, что одним из основных требований на моем предприятии это желание работать. Ну, это личностный подход. То есть, как человек ведет себя, так как я занимаюсь туристическим бизнесом, как он ведет себя с клиентами, как он образован, ну, насколько правильно высшее учебное заведение дало ему образование. Только лишь это, а наличие, я даже вопрос наличия диплома стоит уже третьим или четвертым. И, соответственно, у нас, в нашей стране, предпринимателям было бы гораздо легче, если бы они использовали подобный подход, потому что множество талантов, которые не смогли вовремя получить образование или неполное получили образование, на сегодняшний день ходят без работы. А те люди, которые платили, платили эти же взятки и закончили вузы, бездари, гробят нашу страну. Работают на папу. Знаете, почему вы так нанимаете людей? Потому что вы молодой? Да. А если шеф на предприятии ему там глубоко за 60, а то есть за 70, то у него не будет такой ситуации. И это очень большая проблема. У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот задать вопрос такой, ребята. Скажите, пожалуйста, ребята, вот когда происходят акции, собираются на Думской площади, почему об этом не объявляете по телевизору, чтобы люди собирались, подходили. Вот мы в 2009 году, как мы отстаивали своего мэра Гурлица, мы неделю там-то стояли до ночи, и сколько людей было. Вот, пожалуйста, когда, какая акция, пожалуйста, объявляйте по телевизору, люди будут идти с удовольствием. Спасибо. Ну, это вопрос информационный, мы работаем над этим, у нас создан при нашем молодежном крыле отдел СМИ, мы будем активно, то есть, мы сегодня используем новые подходы к СМИ и вообще информированию населения, поэтому я думаю, что благодаря социальным сетям, благодаря телевидению в том числе мы будем информировать более большие акции, потому что есть маленькие акции, на которые нет необходимости собирать много людей, а большие крупные акции мы будем информировать активно. Вот буквально на выходных в Суворовском районе была проведена акция проведена Масленица, ну, в акции приняло участие огромное количество, ну, не огромное, но большое количество людей, как для Суворовского района, было очень много молодежи, было много детей, мы раздавали блины, мы слушали украинскую музыку, мы пили чай, ну, также проведением этой акции мы, в принципе, разрушили, развеяли миф о том, что молодежь Суворовского района относится к политике и жизни города пассивно. В Суворовском районе нами была создана Суворовская районная организация молодежного крыла, ее председателем стал наш активист Евгений Цимбалюк, вокруг себя он собрал такую достаточно сильную команду, которая будет работать над поставленными передними задачами, будет их выполнять, я думаю, что со временем Суворовский район будет подниматься. На самом деле, вопрос, который мы задавали, очень серьезный, потому что, на самом деле, оппозиции сегодня практически нету своих СМИ, ну, своих, в кавычках, потому что у нас в городе после Киева самое большое в Украине количество СМИ, и при этом практически все не провластны, особенно если видеть про телеканалы. То есть, опять-таки, получается, что интернет работает на молодежь, молодежь пассивная, никуда не выходит, а телевидение работает про власть, да, и работает на пенсионеров, которые готовы выйти. В итоге, когда приходят люди, приходят на акции, которые за Косту Сево, за партию регионов, ну, и так далее. Под конец нашей беседы есть еще один вопрос, который я хочу обсудить. Сегодня молодых людей и молодежь часто обвиняют в бездуховности, потому что нет у них никакой идеи, нет ничего за что не готовы бороться. То есть, грубо говоря, сначала у людей была вера, потом у людей был коммунизм на нашей территории, да? Что сегодня есть у молодежи? На сегодняшний день одно из основных, одним из основных моментов веры и желания молодежи развиться, это должна быть вера в свою страну, вера в Украину как сильную независимую экономически развитую, социально развитую страну. Это должно быть наших сверхидеей. И если это будет сверхидеей данного поколения, то следующее поколение уже начнет подхватывать совершенно новые веяния, и они уже будут совершенно новые задачи решать уже, может быть, в стране, которая будет частью Европы. А может быть, мы станем центром Европы. Вот это наша задача. А может быть, наша задача стать центром мира. Вот, нам нужно глобально мыслить, нам нужно идти к нашей цели. И вот это как раз задача номер один. Не кажется ли вам, что такая цель слишком виртуальна, скажем так, она слишком далеко где-то в будущем? То есть, Украина центр мира, Украина центр Европы, это сейчас кажется недостижимым, просто невозможным. Не могло в это поверить? Я писал статью, часто веду свой блог для того, чтобы тоже рассказывать свои мысли молодежи и написал, что работай во благо своей страны, если этот вопрос касается интересов твоей страны, бесплатно. Вот это наша задача. Пойди, выйди на акцию протеста, пойди, не знаю, на обучающий семинар по, не знаю, по украинской мове. То есть, вопрос стоит в том, что пойди и сделай что-то для своей страны бесплатно, внеси свою лепту, это первая задача, это первая задача, которая у нас стоит. А потом мы уже будем решать следующее задание. У нас заканчивается время, подойдем к итогу нашего сегодняшнего интерактива. Вопрос звучал так, как вы относитесь к участию молодежи в политической жизни? Итак, 58% относятся положительно, кому, как не им, считают они. 26% считают, что нам заниматься политикой не нужно, и 16% им все равно, им безразлично, будет ли молодежь заниматься политикой сегодня в Украине? Давайте короткий комментарий к нашему сегодняшнему интерактиву. Ну, значит, мы не зря собрались, не зря общались, потому что большинство поддержало нашу позицию и поддержало, что молодежи на сегодняшний день нужно объединяться и нужно заниматься политикой, потому что на сегодняшний день политика формирует власть, а власть в государстве это решение всех остальных вопросов. Талий. Ну, я хочу в первую очередь сказать, что соцопрос в принципе достаточно актуальный, потому что в наше время молодежная политика должна развиваться, потому что мы живем в независимой стране и в основном вся молодежь, которая сейчас есть в Украине, родилась в тот момент, когда Украина стала независимой. Ну, да, 90-й год. Да. Вот. Также я хочу сказать, что 4-го, 4-го, в пятницу 22-го марта под стенами Приморской Родной Администрации у нас придет акция против изъятия книг из школьных библиотек Одессы. Украинской историей. из настоящей украинской истории. Акция начнется в 3 часа дня. Мы приглашаем всех одесситов, неравнодушных к этой проблеме. Приглашаем вас. Спасибо. Ну, я думаю, мы победим эту власть и все в нашем городе будет хорошо. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Уважаемые телевизоры, я прощаюсь с вами. В следующий раз мы делаем программу «Но дня» со всеми уже завтра, в четверг, после выпуска новостей на телеканале «Круг». До свидания и хорошего вечера. Продолжение следует...